всем привет с вами я воватешевский и я продолжаю серию видео про смартфоны про их части деталей и соответственно голосование группе вконтакте я думаю что вам интересны эти видео в данном случае я хотел бы поговорить о оперативной памяти это же очень важно и не все понимают зачем потому что в данном смартфоне 2 гигабайта оперативной памяти здесь у нас целых 3 гигабайта оперативной памяти ну вот в этом планшете всего лишь 1 гигабайт оперативной памяти в некоторых телефонах сейчас установлено и 3 и 4 и даже 6 гигабайт оперативной памяти зачем нужна оперативная память давайте я буквально вкратце зачитаю заодно вы узнаете как я умею читать или нет оперативная память или озу или же она же рам random access memory память с произвольным доступом представляет собой область временного хранения данных при помощи которой обеспечивается функционирование программного обеспечения физически оперативная память системе представляет собой набор микросхем или модулей которые обычно подключаются к системной плате в общем-то буквально вкратце я попытаюсь вам объяснить каждая программа каждый файл который есть в компьютере или смартфоне мы в частности мы говорим о мобильных устройствах имеет свой определенный вес и когда вы запускаете ту или иную программу для ее обработки для работы с ней необходимо память и вот эта оперативная память как раз и работает часть оперативной памяти уходит на работу самой системы то есть android или а с или это будет настольная windows и часть остается пользователю для работы чем сложнее приложение или программа тем требует она больше памяти если к примеру это игра да это графическая программа соответственно она требует больше оперативной памяти для обработки и чем больше ее будет тем лучше конечно тут очень важно сказать о вопросе оптимизации когда эффективно работает система и она правильно распределяет память что дает приложению быстрее работать и к примеру в операционной системы а и с там примеру в последнем айфоне всего лишь 2 гигабайта оперативной памяти а работает он по функциональности как любой android смартфон четырьмя или даже шестью гигабайтами в чем причина это оптимизация работы самой системы самой а и с но android устройство требует большое количество оперативной памяти в частности я пользуюсь смартфоном который имеет целых четыре гигабайта оперативной памяти иногда тормозит и это вопрос как раз той же самой оптимизации нашей группе вконтакте мы провели голосование небольшое в котором узнали сколько оперативной памяти у вас у моих зрителей если вы еще не проголосовали то можете в описании к этому видео перейти в группу вконтакте ну во первых подпишитесь на эту группу это будет очень приятно и это очень будет круто то есть у нас очень активная группа и постоянно ведутся различные интересные обсуждения или заодно можете проголосовать 512 мегабайт оперативной памяти имеют 11 процентов пользователей причем что проголосовала 250 человек 1 гигабайт тире полтора имеет 29 процентов пользователей то есть четверть можно сказать проголосовавших или четверть пользователей имеет от 1 иго до полтора примеру samsung galaxy grand 2 имеет полтора гигабайта оперативной памяти или же не ряд телефонов многие сейчас имеют 1 гиг кстати тенденция 2016 года самые самые дешевые смартфоны устанавливают 1 гигабайт оперативной памяти и в принципе вот четверть людей пользуется наверное какими-то или старыми устройствами или недорогими 2 гигабайта оперативной памяти имеют 40 процентов проголосовавших или же это 102 человека из 250 целых 40 процентов это самое распространенное примеру здесь 2 гигабайта оперативной памяти в многих сейчас устройствах 2 гига в моем планшете 2 гигабайта и в основном количество этой оперативной памяти хватает для работы стандартных устройств если вы конечно не игроман потому что игры сейчас более требовательный и на большинстве смартфонов все-таки требуется большее количество оперативной памяти далее 3 гига оперативки имеют 11 процентов людей 3 гигабайта оперативной памяти устанавливают в основном в китайские смартфоны в частности вот xiaomi mi4 meizu m3 not на 32 гигабайта версия xiaomi redmi note 3 pro 32 гигабайта meizu mx 5 то есть многие сейчас смартфоны имеют 3 гигабайта оперативной памяти но в основном эти смартфоны имеют не низкую цену и только в 2016 году некоторые смартфоны на 3 гигабайта оперативки подешевели даже до 100 долларов даже такое иногда встречается но тем не менее эти устройства не так классные не так хорошо работают вот идеальная такая вот ценовая категория 3 гигабайтных смартфонов это где-то 170-200 долларов в этом диапазоне можно найти классный мощный смартфон и для игр и с хорошим процессором ну и с тремя гигабайтами оперативной памяти для более быстрой обработки данных ну и 4 гигабайта оперативной памяти имеет всего лишь 7 и 9 процентов или же 20 человек количество оперативки 4 гига я помню у меня в компьютере было всего лишь 512 мегабайт потом было гиг оперативки потом 2 потом 4 в моем аймак сейчас 12 гигабайт в моем ноутбуке 8 гигабайт оперативки скоро смартфоны будут с 8 гигабайтами кстати уже на 6 гигабайт имеются смартфоны правда смартфоны 6 гигабайтами оперативки по факту еще ну по крайней мере русскоязычным пользователям не дошли это лека макс 2 он имеет максимальной комплектации 6 гиг оперативки вот буквально недавно анонсировали one плюс 3 который имеет 6 гигабайт оперативной памяти ну звук леново звук также имеет 6 гиг зачем нужно такое большое количество оперативной памяти по сути непонятно ведь правильно было бы не наращивать мощность железа а правильно было бы наращивать все таки софтвердную оптимизацию и это бы не так сказывалось бы на автономности или еще на каких-то вещах там например даже на нагреве то есть делают 10 ядерные процессоры кстати о процессорах нас тоже будет видео если хотите то видео про процессоры ставьте лайк и когда задумываешься какие огромные цифры представьте себе сколько объем данных могут обработать эти 6 гигабайт оперативной памяти просто в мост не помещается это очень круто и научный прогресс движется технический прогресс также идет люди работают над максимальным комфортом работы устройств и для этого требуется большое количество оперативной памяти мощный процессор классный экран кстати по поводу диагонали экрана мы говорили в предыдущем видео поэтому если вам интересно заходите на канал и посмотрите какая самая популярная диагональ экрана в 2016 году ну а следующее видео выйдет через пару дней так что если вам понравилось рассуждение моей мысли вы можете также дополнять меня в комментариях я всегда читаю ваши комментарии и даже часто узнаю что-то новое и интересное также можно сказать такое небольшое саморазвитие все ставьте лайк подписывайтесь на канал всем пока до скорых встреч в новых видео а также подписывайтесь на страницы социальных сетей группу вконтакте instagram и twitter